Добровольный начало Мне фильм понравился Это было практически то, что я от него и ожидал За исключением мелких деталей Но фильм всё равно хороший Я настоятельно вам рекомендую перед этим обзором посмотреть сам фильм Так как в моём видео будут спойлеры Которые могут испортить первое впечатление А, ну и ещё раз повторю для тех, кто не понял почему-то в прошлый раз В рубрике «Плохой обзор» я буду говорить именно о хороших или как минимум неплохих фильмах В большинстве случаев о тех, которые мне самому нравятся Не путайте данные обзоры с обзорами на плохое Даже несмотря на то, что в названии присутствует слово «плохой» Подразумевается не фильм, а сам обзор Ну что ж, перейдём к делу Итак, фильм «Завод» Данный фильм я действительно ждал и постоянно следил, ну когда же он наконец-то выйдет Первый показ состоялся в сентябре 2018 года на кинофестивале И только в феврале 2019-го он наконец вышел в широкий прокат К сожалению, по сборам его снова нельзя назвать успешным Но вот если говорить о нём как о художественном произведении, он определённо успешен Но всё-таки там было несколько моментов, которые мне не то что не понравились Мне они показались немножко странными Но к этому мы вернёмся позже Берёт своё начало фильм неподалёку от небольшого провинциального города В его окрестностях располагается тот самый завод Куда на работу идёт пешком главный герой этого фильма Алексей или Седой И что мне сразу нравится в этом фильме, что он буквально с первых минут Прямо-таки давит своей мрачной атмосферой на зрителя Вроде бы ещё ничего толком не происходит, но тебе уже словно взвалили на плечи тяжёлый мешок Лично я очень люблю такие фильмы Но к сожалению в этом кроется их большая проблема Даже не так, это не столько проблема фильмов Люди после трудовой недели, если и идут в кино Объективно не хотят подобное смотреть, насколько бы фильм хорошим не был Люди идут в кино, чтобы как-то наоборот отвлечься от всего, что их окружает Забыть о проблемах и так далее А так как у нас ещё и завсегдатый кинотеатров это в основном подростки Которым вообще мало интересны и что немаловажно мало понятны в силу возраста эти картины Подобные фильмы, к сожалению, претендовать на высокие сборы в принципе не могут Но вот фильм «Завод» немножко, как мне кажется, пытался заигрывать именно с массовым кино И таким образом пытался заинтересовать большую аудиторию Что мне не очень нравится Серьёзно, лучше сделайте цены на билет в два с половиной, в три, в четыре раза больше Думаю, большинство будет готово заплатить эти деньги Но к этому мы тоже вернёмся чуть позже Далее мы, собственно, попадаем на сам завод И фильм плавно и медленно продолжает нас вводить в атмосферу Стоит отдать должное, операторская работа в этом фильме По сравнению даже с предыдущими, реально шагнула вперёд Уже в самом начале мы видим атмосферные и прямо-таки по-настоящему глубокие кадры Всё это, кстати, снималось на настоящем заводе Поэтому все декорации, которые даже, наверное, нельзя так назвать Выглядят так хорошо Также мне нравится, как зрителя вводят в рабочую атмосферу самого завода Фоновая музыка постепенно сливается с заводским шумом Создавая такую общую мелодию И всё вокруг словно оживает И на первый план уже выходят практически все главные персонажи этого фильма Обычные работяги Причём они все разные Со своими характерами, но при этом они живые Они не выглядят как персонажи из кино А именно как простые люди Которых, кстати, в кругах самоназначенной интеллигенции Принято считать быдлом Низшие слои населения — тупые существа, которые трудятся на заводах Мерилом, как вы понимаете, у подобных идиотов являются деньги Вот тот самый успех О котором они так любят трепать своими языками Это любят делать, кстати, и деятели Ютуба Рассказывать, что на заводах работают только дебилы И нести херню из серии «У меня больше уважения вызывает человек, который переворачивает бутылку на камеру И зарабатывает при этом миллионы рублей в месяц Чем челядь, которая ходит в офисы или на заводы» Вот если вы видите, что кто-то несёт подобную херню Знайте, перед вами настоящий стопроцентный долгоп Но, к сожалению, это печальная действительность Рабочий класс, который когда-то все уважали Сейчас считают быдлом А интеллигенцией и элитой не быдлом Себя назначили люди, которые не способны ничего создавать Не приносящие абсолютно никакой пользы государству Да и в целом бесполезные люди Так и живём На завод к простым работягам тем временем прибывает как раз часть подобной элиты Владелец завода, который ему по дешёвке достался в 90-е А сейчас стал убыточным Потому что никто и не думал его модернизировать как-то Или вкладывать в него хоть какую-то копейку А просто выкачивал из него деньги А сейчас он стал убыточным Поэтому он просто решил его обанкротить А людей вышвырнуть на улицу Работаем до конца месяца и всё Вот так Всем понятно? Тихо! Успокоились! Успокоились! Хочет бухтеть! Дайте сказать! Сейчас денег нет Появится выплачу Когда это будет? Полгода, не позже Рабочие, конечно, возмущаются Но никого их мнение особо не волнует Ждите зарплату когда-то там и всё Но ключевым в этой сцене является другой момент По которому мне, в принципе, стало сразу понятно К чему идёт этот фильм И что движет главным героем На забастовке, не боишься? Не боюсь! Тихо! Но к этому мы тоже вернёмся чуть позже Седой слышит недовольство среди работя Которые, да, недовольны положением дел Но ни на что большее, кроме как Поточить лясы, не особо готовы Поэтому берёт на себя инициативу И предлагает следующее Слушайтесь, что он предлагает Это тоже немаловажный факт Нагреть его надо Машину на дороге тормознуть Поддуло И деньги трясти Все, конечно, сразу не соглашаются И далее нам показывают Судьбы главных действующих лиц А ещё хотелось бы заострить внимание На вот этих кадрах Как, думаю, вы знаете Банкротство завода Для любого провинциального города Это большой удар Ведь большинство заводов Изначально строились Как градообразующие предприятия Не будет работать этот завод Пострадает весь город Работы не будет Люди будут вынуждены уезжать А города после подобных событий Постепенно приобретут Думаю, вы знаете какой облик Потому что, когда останавливается завод По сути, останавливается сердце города И он медленно, но уверенно Начинает умирать Растёт безработица Как следствие преступность Нищета и так далее И это сейчас происходит повсеместно Поэтому в этом фильме Проблема банкротства завода Это тоже проблема чуть более глобальная Вернёмся к героям Показывают их судьбы Зрителю как-то Как мне показалось Немножко сумбурно Словно хотели побыстрее разделаться С этой безусловно важной частью сюжета Чтобы быстрее перейти К самому главному Утром все уже готовы Пойти на ограбление Тут, кстати, такая двоякая ситуация С одной стороны Они грабят бизнесмена А с другой, вроде как, забирают своё Поэтому герои, которые совершают По своей сути плохие поступки При этом не вызывают у зрителя Отрицательных эмоций По понятным, думаю, причинам Банда берёт в заложники Калугина Хозяина предприятия И вместе с ним отправляется на завод После чего требует Чтобы его коллеги по опасному бизнесу Привезли выкуп И тогда они его отпустят Звонишь кому надо Он привозит деньги И мы тебя отпускаем Что, собственно, и происходит Неси деньги Мы его в самосвал К поворотам На остановку Через час заберёте Но внезапно на завод прибывает полиция И всё рушится В том, чтобы при всём вот этом Присутствовала полиция Не заинтересован никто из участников Но, тем не менее, её вызвал кто-то Из здесь присутствующих Здесь мы, конечно, снова видим очевидный посыл Что бандитские группировки Давным-давно срослись с властью И, в частности, с силовыми структурами Поэтому никого и ничего не боятся Да понятно у каждого своя работа Да ничего, нормально Разберёмся Давай Капитан, ты всё слышал Давай так Я тут решаю А ты пока в сторонке побыть Сейчас мы Калугина вынем И бери их Все переполошились И теперь не знают, что делать Но Седой внезапно предлагает сдаться Но перед этим Далее я сюжет пересказывать не буду Так как предполагаю, что вы и так видели этот фильм Поэтому остановлюсь только на ключевых моментах И моментах, которые мне больше всего понравились Калугин и его банда, конечно же, соглашаются на эти условия Потому что, по сути, им нечего бояться Далее мы поймём, почему Поэтому бандиты, которые теперь именуются бизнесменами Заказывают, именно заказывают Прокурора и представителей СМИ Потому что вся эта система работает в единой связке Ну а далее идёт один из лучших монологов в этом фильме После которого картина потихоньку начинает намекать зрителю О истинных мотивах Седова Дело в том, что В области возникла Сложная ситуация Со сбытом продукции этого завода Жильё почти не строится А чаще Это монолитные строи Ну чё ты выкручиваешься? Расскажи всё по порядку Смели Ты расскажи Собака, как ты за 20 лет Не то, что с тонка Болта Провода с ранами купи А за поломки работяг штрафуешь Как у тебя люди по 12 часов А то по две смены За гроши пашут На этом говне да потопном А ты не то, что рубля не прибавил По три месяца не платишь Расскажи, как со своей бандой Ежи Девяностые за бесценок Все предприятия в регионе отхапывают Про лесок Закисьвой Где конкурентов и несогласных Пачками закапывают Про дружков своих Которые теперь в доме сидят И тебя прикрывают Ну и про губера своего Которого продвинул Чтоб областью под сапогом лежать В этом моменте Седой символично снимает маску То есть это прямой намёк зрителю на то Что Седой В отличие от всех остальных Пришёл сюда совершенно не за деньгами Следующая сцена Которую бы хотелось отметить Это момент, где происходит драка Между бандитами Калугина И полицейскими Здесь зрителю дают понять Что с подобными личностями Ты можешь долго разговаривать Долго им что-то объяснять Делать что угодно Но понимают они исключительно Язык силы Они услышат тебя И поймут тебя Только тогда, когда ты им покажешь Что ты их не боишься И ты сильнее их Всё это тоже, казалось бы, мелочи Но они ведут в итоге картину Именно к тому финалу Который здесь будет Поэтому я и заостряю на них внимание Тем временем по ту сторону ворот Тоже происходит диалог Между Седым и другими налётчиками Назовем их так Ты чё здесь суд устроил? Седой, ты палку-то не перегни Сломается Да поймите вы Чё больше он скажет Тем меньше нам дадут Мы несчастные рабочие А он вора-убийца По телеку покажут и всё А, показали, жди Нам от него бабки были нужны Бабки принесли И чё вы рисуете? Все эти моменты Почему-то многие Тоже как-то упустили что ли Поэтому почему-то накинулись На финал фильма Которому мы тоже сейчас дойдём А если он исповедуется На что все потом пожалеют, да? Кому мы нужны, чумазы? На нас через неделю Всем похрену будет После первого скандала Про голубую жопу И это по факту Тоже абсолютно Стопроцентная правда К сожалению Что бы ни произошло Какой бы резонанс Это не вызвало Это ничего И никогда не поменяет Мы, возможно, можем добиться Смены одного Но на его место Придёт такой же И изменится только Обёртка по факту И к этому фильм Тоже медленно подводит Это тоже относится к финалу После того, как Рябой выходит Сдаёт, где живут остальные И бандиты начинают Угрожать их семьям Персонаж Дениса Шведова Раскрывается И мы понимаем Во-первых, его истинные мотивы Он шёл сюда Далеко не за деньгами А цель была иная Но остальные его Не поддерживают Поэтому он так Хладнокровно ведёт себя По отношению к ним Седой Будь человеком Это как? Задний вот так? Ну это же баба детей порежат Ну что ты, пёрзнешь С этим признанием? Объяснял уже Выйдем за ворота Всех положим А дети? Так это же твои дети Не мои Потому что эти люди Ничем не отличаются от Калугина Они беспокоятся Только о себе Их не волнует Глобальная причина Всего этого Их беспокоит Только личное благосостояние Они шли сюда Только ради денег Поэтому будь они на месте Хозяина завода Они поступили бы Ровно так же Поэтому Седой Остаётся один Ведь он пришёл сюда Совершенно не за этим По всему остальному Поведению героя По всем намёкам Начиная с символического Сброса масок Вы уже должны понимать Его цели И что им движет Далее бандиты Пока герои отвлеклись Решают брать Штурмом завод И начинается то Что мне не то чтобы Не понравилось Просто на мой личный взгляд Это здесь лишнее Перестрелки Долгие Затяжные Перестрелки Да Снято это хорошо Качественно Интересно Наблюдать за этим интересно Но вот это Как раз и есть То самое Как мне кажется Заигрывание с массовой аудиторией Попытка в угоду им Показать немножко боевичка В принципе Даже трейлер Выглядел как трейлер К тупому боевичку Штурм И нет Я не говорю Что в подобном кино Нельзя подобное демонстрировать И что фильм Нужно фаршировать Тупыми И абсолютно Плоскими Метафорами Которые будут Приводить в восторг Вот этих Типа любителей Искусства На примере Будет проще Фильм Майор Представьте что Отец погибшего мальчика Пришел бы в милицию Не сам А привел банду Вооруженных дружков И они бы устроили в участке Перестрелку Минут так на пять Уместно ли было бы это Как мне кажется Нет Вот и здесь Снова по моему мнению Это тоже не совсем уместно Да и к тому же Это чуть-чуть влияет На ту часть Финала фильма Которая лично мне Не понравилась И показалась странной Еще одна деталь И мы перейдем К тому самому Финалу Что говорит Сидому перед смертью Казак Звое ты Леша Звое Да Надеюсь вы поняли Что Сидой Пришел сюда Не за деньгами А пришел Чтобы устроить Локальную революцию Для тех Кто не понял Специально прямым текстом Пояснили Все ты понимаешь Ментов не я вызывал И за воротами Они не прячутся Отчего ты страхуешься Зачем тебе его признание Сделал бабки Да отвалил Если мы в пятеробный смогли Что мы втроем сделаем О чем базар седой О том что развел он вас Мужики Как дети Вы ему нужны были Чтоб Калугину взять А дальше вы обуза Вот он и придумал Ментов ко времени вызвать А потом мозги вам крутил Чтоб вы его не сожрали Ты бы хоть сказал мужикам Что это революция А не разбой Ну и собственно финал Который многими Был воспринят неоднозначно Сидой остается наедине с Калугиным На место снова прибыла полиция И все почему-то ждали Очевидного финала Что Сидой сейчас убьет Калугина Ну если не убьет То попытается Убить Но погибнет в перестрелке Например Но нет Он отпускает Калугина И тот уходит с деньгами И Сидой умирает Некоторые почему-то решили Что Сидой по щелчку пальца Изменился Именно после вот этого разговора С Калугиным Почему у меня ничего А у тебя все Где справедливость? А нет ее Справедливость Есть жизнь реальная Бедность, голод, насчета Посмотрим каждого свой интерес Понятный Кто за детей Кто за себя Один ты за правду Но мне так не кажется Если посмотреть на весь фильм То что же мы видим Что финальный диалог Стал лишь последней каплей Герой не поменялся Он скорее разочаровался Все складывалось Из многих причин Люди Условно Ради которых Он это и затеял И которым он пытался Что-то объяснить Его не поняли И напрочь Отвергли его идеи Он хотел сделать добро Но его окрестили Злом Да он безусловно Обозленный на всю систему Но он то думал Что он добро с кулаками И что люди Возможно его поймут Но люди его Не понимают Понятно что где-то В первой половине фильма Они не могли его понять И он скорее там Ими просто пользовался Но когда идет уже Самый накал Люди все равно Не понимают За что он борется Хотя по идее Они уже могли его понять Но люди все равно Воспринимали его Именно как Зло с кулаками И беспокоило их Только личное А не общественное Так скажем И в финале он понимает Что да Справедливости не существует И добиться справедливости Убив этого конкретного Калугина Не получится На его место Просто придет другой То есть он не такой Знаете Интернет борцун за справедливость Который считает Что поменяв одного На другого Все изменится Нет При таком положении Дел не изменится Сменится только лицо Поэтому лично мне Эта часть фильма понятна И ничего плохого В ней я не вижу Меня больше смущает Другое В конце мы видим следующее Довезете А ты Пройдусь Если совместить Начальную сцену И финальную То выглядит это так Вот только я Не совсем понял И мне это Показалось Странным То есть посыл И идея Думаю мне Как и большинству Понятны Дело в другом Я бы готов был В это поверить Потому как нам Весь фильм Показывали этого героя Его судьбу И некоторые поступки Которые вели к этому Например Когда вывозят В лес Рябова Он говорит Седьмой Не убивай Есть только одно Маленькое но Седой убил его друзей Да Они вроде как плохие Но он с ними Давно знаком Много через что Прошел И они именно Его друзья Это видно По их общению И прочим Ну вот этот момент Все портит Вернее все портит Вот та перестрелка Если ее вырезать И заменить на нечто иное Финал был бы Абсолютно понятен Что же можно сказать В итоге Несмотря на эту Небольшую деталь И еще несколько других Фильм все равно Хороший Некоторые говорят Что это лучший фильм Быкова на данный момент Мне так не кажется Я по прежнему считаю Лучшим его фильмом Картину Жить Но это лишь Дело вкуса Но все равно Это хорошее кино Чем лично мне Нравятся его фильмы Несмотря на то Что он снимает Действительно Достойные картины У него нет Нарочитой Претенциозности Как к примеру У того же Звягинцева И это находит Отражение в его Картинах Которые тоже Не самые плохие Например Левиафан Как мне кажется Незаслуженно получил Именно такой Резко негативный отзыв Да там действительно Много проблем И основной является Именно вот это По умолчанию Заявка на гениальность Что ли От самого автора Это и испортило Вообще все И понятно Почему зрители Это так восприняли Хотя в самом фильме Есть то Что достойно Внимания Кстати Если вы хотите Увидеть обзор Такого формата По Левиафану Напишите в комментариях И возможно Уже в этом месяце Я его сделаю У Быкова же напротив Такого нет И поэтому Фильмы получаются Проще В хорошем понимании Этого слова Они более близки И понятны зрителю В них нет попытки Заявить о себе В них есть история Понятная Хорошая история И я думаю Что это имеет Полное право Называться Искусством Именно Искусством Да Возможно Завод По мнению Некоторых Вышел Чуть хуже Чем например Дурак Но это нормально Это все равно На голову выше Чем даже Большинство Так называемого Авторского кино Которое у нас снимают Потому что это фильмы В первую очередь О нас И о нашей жизни При этом Они не просто Ее описывают А несут в себе Еще и смысл Посыл И художественную ценность Упоминать Актерскую игру Атмосферу Операторскую работу Я не стал Так как думаю И так всем очевидно Что здесь Все это На достойном уровне Если вдруг Режиссер этого фильма Каким-то чудом Смотрит этот ролик Не стоит настолько Близко к сердцу Воспринимать нападки От вот той самой Говнотусовочки людей Которые посыпались На вас после сериала Спящие например Просто пошлите их Не стесняясь С чего вдруг Они решили Что у них есть Монополия на правду И только они Знают как нужно Хотя это далеко Не так Большинство же Все равно смотрят И ждут Ваших новых фильмов Сегодня на этом Все И если вам Понравилось Это видео Можете поставить Лайк И подписаться на мой канал И на группу Вконтакте Если еще Этого не сделали И посмотреть Один из предыдущих Обзоров Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры